Детская юношеская книга 2022 Книги — это открытые двери в мир знаний, в мир чувств Мы через книги учимся любить семью, любить нашу Родину, Россию Библиотеки курортных районов, которые, я так понимаю, что вы все любите ходить Правильно? Они подготовили для вас очень много нового Творческие различные мероприятия, спектакли, мастер-классы И мы приглашаем вас, юные читатели и родители, в нашу библиотеку курортного района Придете? Да! По всей стране сейчас проходит неделя детской книги В кинотеатре «Курортный» это событие отметили с размахом Туда привезли первоклашек со всего Сестрорецка Неделя детской книги каждый год стартует в начале школьных каникул Это традиция, потому что традиционная неделя детской книги в курортном районе Открывается большим торжественным открытием Это всегда была доминанта в книжном году детском Но в связи с пандемией два года у нас был перерыв И мы не устраивали такого крупного события, открытия Да и в этом году мы очень боялись, что ничего не состоится Еще месяц назад мы так и полагали Но здесь были отменены ограничения Эпидемиологическая ситуация нам позволила это сделать И мы с радостью встретились и вернулись к этой традиции Проводить именно открытие недели детской книги Хотя бы для детей начальных классов Мы позвали сегодня первоклашек и второклассников В кинотеатре «Курортный» мальчишкам и девчонкам показали сказку про Золушку В так называемом песочном варианте Каждый год недели детской книги Обычно ее центральное произведение, которому она посвящена Оно выбирается, исходя из каких-то юбилейных дат Или знаковых событий этого года В прошлом году центральным персонажем недели детской книги был Буратино А в этом году им стала Золушка Поскольку в этом году юбилей появления этой сказки Шарля Перро История, которую я вам сейчас расскажу Произошла много-много лет назад И может быть вы ее даже слышали Мне же ее поведал мой дедушка Великолепный мастер часовых механизмов Однажды ему в мастерской принесли старинные часы Которые обнаружили в кладовых когда-то заброшенного замка Это был очень красивый механизм Деревянные резные узоры обрамляли большой циферблат С римскими цифрами и застывшими позолоченными стрелками Когда-то у этих часов был маятник И, наверное, в назначенный час раздавал вся чудесный бой Но сейчас из глубин механизма выглядывал лишь маленький кусочек прорванной цепи Песочное шоу – невероятное искусство И дети его смотрели как настоящий мультик Ну а что касается недели книги То сейчас у школьников и правда золотая пора Есть время не только погулять Но и зайти в библиотеку и почитать Тем более, что в детской библиотеке имени Михалкова Сейчас открыта познавательная выставка Выставка наша называется «Стоит терем-теремок» Мы решили дать сначала Мы хотели назвать ее «Ноев ковчег» Отталкиваясь от того, как доходные дома в свое время назвал Какое им название дал Достоевский Почему мы решили привести эту выставку именно сейчас? Нам кажется, что максимальное число детей должно знать об этом Поскольку мы не должны забывать, что мы петербуржцы Мы живем в замечательном городе И мы читаем очень часто в литературе На каждом шагу нас окружают те детали Которых современные дети себе даже вообразить не могут Мы подумали, посмотрев выставку, которая была подготовлена музеем Достоевского Что по теме именно доходных домов в литературе Мы подумали, что нам необходимо ее привезти сюда Но для того, чтобы сделать ее более доступной для максимального числа детей И для детей более младшего возраста Мы подумали, что необходимо оснастить максимальным количеством предметов То есть дети должны увидеть или иметь возможность потрогать, примерить цилиндр Или увидеть утюг, как он был Вот, кстати, и Золушка его использовала Как жили студенты Доходный дом, как Ноев ковчег, который вместил в себя все социальные слои того общества Общества того времени Выставка у нас интерактивная Мы подготовили по ней на самом деле и квест Ее можно посетить как группой Тогда мы проведем квест Так и самостоятельно Вот здесь на панно у нас изображен разрез доходного дома Где вы можете прочитать цитаты из классиков Вот здесь из Гоголя «Ревизор», например Или Достоевского Яков Петрович Галяткин жил в таких комнатах На таком этаже А кто жил ниже, более состоятельный Генерал Япончин и так далее То есть вы можете и сами что-то подчеркнуть новое А еще у нас есть вот такое интерактивное панно Где мы проверяем ребят на знание материала Здесь их задача в размещении правильным образом Вот этих миниатюрных изображений жизни и быта Каких-то персонажей, героев Где они помещались кто-то Вот если он был очень беден или богат Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому